Педагоги Абакана обсудят перспективы развития образования на ближайшие 10 лет. Завтра в столице республики состоится большая конференция учителей. Главное, о чем будут говорить, реализация масштабного президентского проекта. Какие нововведения в ближайшее время ждут школьников и их родителей, в нашей рубрике «Вести столица». Конференция работников образования в Абакане традиционно проходит в конце августа. Для педагогов самое время подвести итоги прошлого года и обозначить главные задачи на ближайшую перспективу. В этот раз учителя будут строить планы не на один год, а сразу на десятилетие. В республике стартует масштабный национальный проект образования, утвержденный Владимиром Путиным. Его основной смысл в том, что в ближайшие годы школы России должны перейти на профильное образование, то есть давать более углубленные знания по тому предмету, который выберет ученик. Но это не все. Теперь в образовательных учреждениях должны будут уделять особое внимание и факультативным занятиям, чтобы ребенок умел не только разбираться в математике, но и был подготовлен к будущей взрослой жизни. То есть умел своими руками смастерить мебель, шить себе одежду или собрать роботом. Образовательные учреждения города Абакана готовы соответствовать данным условиям. Во всех школах города реализуются программы профильного, углубленного изучения отдельных предметов. А для 275 детей с ограниченными возможностями здоровья в школах разрабатываются и реализуются адаптированные образовательные программы. То есть выстраивается маршрут индивидуально для каждого абсолютно ребенка. Многие школы Абакана уже приступили к реализации президентского проекта. Так, например, в гимназии к новому учебному году переоборудовали кабинеты физик и труда для девочек. Как пилотная школа мы успешно закончили реализацию новых стандартов и на уровне средней школы. По итогам государственной итоговой аттестации 2018 каждый четвертый выпускник гимназии является высоко бальником. Самый большой сюрприз для учеников, которые через неделю переступят в аркшколу – новый кабинет робототехники. Руководство гимназии осознает – будущее за инновациями, и поэтому ребенка нужно научить жить в новой цифровой реальности. Такие роботы могут заниматься не просто ходить, они могут показывать элементы кунг-фу, они могут заниматься йогой, они могут танцевать. То есть они довольно подвижны и очень интересны для детей. Новые технологии также предполагают, что дети будут получать образование с помощью современных гаджетов. Так в новом учебном году школьники Абакана получат помимо учебников их электронные версии. Президентский проект «Десятилетие детства» направлен также на развитие школьного туризма и спорта. Поэтому не случайно 2019 объявлен годом детского туризма.